Перелетные птушки вертаются. Одными из первых на Охродинщине зауважили журавоу, журукову, гусей. Крылатых бачили у заказниках в области и неподалеку Гродно. Раннему вертальню спрояли плюсовые температуры и отсутность снегу. Птушки начали уже створать пары. До гнездования, до прикладу, зараз рыхтуются граки. Их этому процессу закликают эксперты нелиха пирожка отжатие. Додают, умершальництво карается законом. Вольха Пелянчук расскажет. Летось у середине Липеня на обудовле школы у микрорайоне Ольшанка Гродно знайшли гнездо. У будущем классе помеж столью и окном уладковалась рудохвостка Чарнушка. Тогда отделочные работы на важном объекте спынили на два тыдни. Час, поколь птушаняты набиралися сил и полетели с гнезда. Один из будовников просто свернул вагу. Колены вернулись после выходных. Працелать, заканчивать танкование одного из кабинетов. Там уже загнездовала птушка. И он потелефоновал с початку инспекцию, потому на телебачене. Мы туда выехали, поглядели, что сопроводы варто заставить птушек успокоить. Прикольно два тыдни не проводить некие подавничьи працы. И птушки вылетели поспехово. Подаплека решения целком обгрунтованы. Справа у тем, что у Беларуси на законодавчем узровне замацаваны так званы час тишини. Пери, от кали умешиваться у створения, ци разбураць птушиные гнезда категорично забороняется. С законом о животном мире предусмотрен такой вид регулирования численности диких животных, как разрушение гнезд. И он допускается в период, когда отсутствует гнездование птиц. Это с 15 августа по 15 февраля. Соответственно, с 16 февраля по 15 августа проводить разрушение гнезд запрещено. У Беларусь почали вертаться пералетные птушки. Первыми у при нем они были зауважены шэры журавы, полевые жауруки, шэры и белолубые гуси. До гнездования рыхтуются игроки. Их орнитологи зауважили у центра Гродна. Простовники этого виду зараз активно приводят в парадок свое старое житло. Их процесс имеет большое значение для будущих птушек и даже ни одного виду. У Беларуси две группы птушек, про которые не смат наполноведуются люди, которые сами не будуют гнезды в Николе. Это соколы и совы. Миновата соколы и совы могут использовать старые гнезды гряков, шарих ворон, кромкачов под свое гнездование. И так само у нас есть такие выпадки, когда Аграрный университет в этом парке Станиславово гнездует 2-3 пары, что вот миновата вышатых совы в колонии гряков. До слова, снищение птушенных гнездов закон карае рублем. До прикладу обрезка древа, ремонт фасадов, линий электроперодач, на яких зауваженных гнездокрылатых, может потягнуть штраф. Як нагадывают специалисты, до 30 базовых для физичных и до 500 базовых величин для юридичных особов. Редактор субтитров А.Семкин